Девушки отдыхают 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 Так, ну, сегодня у нас как раз выкачался навык грузовой причал. Давайте его посмотрим. Так, где он у нас? В общем, у нас появилось... Вот, грузовой причал позволяет автоматизировать процесс доставки сырья, добываемого за пределами острова. Что же это за сырье, ребят? Когда вы проводите разведки, да, у нас мы можем найти... Вот, к примеру, у меня это нефтяная платформа. Она производит нефть, которую мы можем доставлять себе на базу при помощи грузового судна. Где взять грузовое судно? Грузовое судно вы также должны найти на глобальной карте. Я его нашел вот здесь. Оно повреждено, и нам надо доставить ему 240 чугуна, чтобы починить. Также у меня выскочило, ребят, обучение. Там все указано про грузовые суда. То есть, грузовое судно доставляет нам наши ресурсы, которые добываются на глобальной карте, к нам на причал, который мы сейчас как раз-таки построим. Так, причал. Грузовой причал. Строим его вот здесь, чтобы... Я не знаю, рядом мы, наверное, уже ничего не поставим, ребят. Поэтому строим здесь грузовой причал. Тем временем нам надо доставить 240 единиц чугуна. Поэтому загружаем наше судно, набираем экипаж. Так, разгрузка невозможна. Набираем экипаж. В принципе, я его, наверное, уже загрузил. Скорее всего, оно, да, загружено. Поэтому отправляем его доставить груз. Жмем. Все, и наш корабль везет сейчас чугуней. Чинит тот корабль. И у нас как раз, я надеюсь, построится причал. Пока это дело все проворачивается. Да, ребят, так же мы к причалу. Сейчас, так как у нас будет добываться нефть, мы должны поставить к нему буферную цистерну. Чтобы нефть привозили именно к этому... Ну, чтобы он привозил грузовой корабль нефть. И она выгружалась вот в эту цистерну. Эту же нефть мы потом так же сможем перерабатывать. Так, и, ребят, можно поставить еще буферный бункер. То есть здесь будут храниться сыпучие материалы. И так же буферный склад. Пока я ставить не буду, потому что на карте у нас, кроме как нефти, еще ничего нет. Поэтому у нас только будет стоять пока нефтяной бункер. А в это время, ребят, мы займемся переработкой еды. Так как еды у нас очень много, она у нас пропадает. Сейчас я вам расскажу, что я придумал. Итак, что же я придумал с едой? Еду, ребят, мы будем перерабатывать в газ. Сейчас я вам покажу. У нас появился такой котел, как... У нас уже, вернее, давно есть биореактор. С помощью микроорганизмов разлагает биомассу. Анаэробным способом для получения топлива и удобрений, ребят. Поэтому мы ставим этот биореактор. Как вы видите, мы из него получаем газ и грязь. Ну, это... Грязь это... Ладно, бог с ней. Так, мы с вами ставим вот этот биореактор. И при помощи этого биореактора мы с вами испытаем как раз-таки новый котел, который у нас также появился. Называется он бойлер на газу. У нас такого еще нету, поэтому мы его испробуем. Как вы видите, из воды и газа он вырабатывает нам пар, который мы сможем использовать на турбину. И уже через маховик будем ставить генераторы и получать электроэнергию, которой у нас также будет позже не хватать. Так, значит, ставим сюда биореактор. Я даже, наверное, немножко пониже его так возьму. Так. Биореактор стоит. Далее, ребят, с биореактора мы получаем пар, который мы с вами сможем преобразовать при помощи турбины в механическую энергию, да? Или как там? Статическую энергию. Статическая... Какая статическая? Механическая энергия. Так, ставим сюда также турбину. Турбине, ребят, я просил вас написать в комментариях про маховик, но комментариев как таковых под прошлым видео практически не было, поэтому даже нечего вставить с видео. Ну, все равно спасибо за то, что хоть смотрели. Так, мы с вами ставим маховик. Вот маховик, ребят, честно, я так и не понял, нафига он нужен. Я понимаю, что он раскручивается, если вдруг в турбине нет определенное время давления, да? Турбина может остановиться, но маховик еще будет вращаться. Но, как написано в изучении технологий, там нет каких-то регулировок. То, что мы можем регулировать, сейчас мы еще раз почитаем, ребят, про это. Ставим маховик, и к маховику, ребят, просто ставим пока что два генератора. Так, отлично. Теперь соединяем наше все дело. Так, ребят, кстати, нам еще понадобится вода. Вот этого водосборника уже не хватает, потому что этот водосборник работает у нас на производство бетонных плит. Его уже будет не хватать. Поэтому, ребят, мы поставим еще одну водозаборную скважину. Прям вот здесь вот прям поставим ее. Чтоб поближе нам было. Вот сюда. И с нее мы выведем трубу. Здесь, я думаю, пока мощных труб не надо, хотя на будущее, наверное, они могут нам пригодиться. Давайте мощную трубу одну пропустим. Так, поднимаю ее, потому что нам нужно будет проезд машинам нашим. Так. Вот эту мощную трубу мы подключаем сюда. Также нам надо подключить газ. Тоже этой же трубой подключим с вами. Отлично. Есть. И также, ребят, мы от этой трубы выведем еще одну ветку и пустим ее на этот завод, потому что вот этой вот беды нам уже дико будет не хватать. Хотя вроде вода есть, но будет две воды тогда. Ничего страшного. Ну, здесь я буду выводить уже тонкую трубу, естественно. Мы просто ее подключим вот так напрямую. Все. Все хорошо у нас. Так, далее, ребят, нам также надо еще поставить сборник для грязи. Обязательно. Поставим здесь с вами бункер для грязи. Я, наверное, выведу его в сторону, чтобы машины туда особо так не залезали. Так. Определяем его под грязь, которая будет у нас вырабатываться от сжигания еды. Так. Также соединяем, конечно же, трубами. Так, что мы соединяем трубами, ребят? Да, мы соединяем трубой наш как его называют, блин? Бойлер на газу. Мы соединяем трубой с турбиной. Все. Здесь у нас все подключено. А, ребят, да, у нас еще CO2, да, по-моему, где-то есть. Да, у нас еще с бойлера выходит CO2, поэтому нам надо также поставить трубу здесь. Я даже не знаю, вот прям здесь поставить ее, наверное. Вот. И подключить здесь также не нужна особо толстая труба, поэтому, я думаю, мы ее подключим. Вот так это дело. Так, что у нас выходит здесь? Я не понимаю. А, да, еще пар у нас здесь выходит, ребятки. Также его подключаем вот сюда. Все. Все должно работать. А, еще мы, наверное, сделаем конвейер, ребят, сразу со склада. Мы поставим конвейер, чтобы у нас никто не парился. Вот сюда. Так. И вывод грязи. Также надо поставить. Грязь у нас идет по желобу, поэтому делаем вот так. И ставим этот котел на опустошение наполовину. Хотя бы если половина там соберется, наши машины начнут вывозить, конечно же, вот сюда. Всю грязь. Так, ну, вроде все, ничего так идет. Заводы у нас работают. Здесь, ребят, опять-таки, как вы видите, резины у нас валом изучено. Запчасти открыть. Так, что у нас тут изучилось? Также у нас уже прокачалось, ребят, строительство третьего уровня. Изготовление высокотехнологичных стройматериалов. То есть это уже стройматериалы три красного цвета. Также мы их сегодня начнем делать. И сегодня мы еще настроим, ребят... Как ее? Производство стали. Чем больше, ребят, здесь город, тем больше ты путаешься. Столько названий. Жестко. Ну что, народ, производство готово к запуску. Поэтому мы сейчас его запустим, так как запускали прошлое производство. Так, включаем наш биореактор. Он уже полный, поэтому пока он не будет работать. Вот сейчас, ребят, нам нужна вода, чтобы заработал этот котел. Включаем его. Отлично. Вода пошла. Все, есть. Пошла работа котла. Посмотрите, как внутри там все палит. И запускаем, конечно же, нашу турбину. Посмотрим, как она раскрутит сейчас маховик. Это все дело. Еда у нас сразу поступает сюда. Кстати, можно здесь поставить еще конвейер, да, чтобы у нас еда сразу с этого выходила. Выходила прямо отсюда сразу на склад. Почему нет? Есть. Так, смотрите, раскручивается маховик. Но, смотрите, когда мы изучали, там было написано, что мы можем что-то регулировать при помощи этого маховика. Сейчас мы посмотрим. Может, кто-то, ребят, знает, так что напишите, если что, в комментарии. Вот, смотрите. Механические накопители энергии. Механические накопители энергии, автоматическая балансировка турбин. Вот. Но, либо у нас еще нет турбин. Если включено, турбина будет отключаться, раскрутив вал до максимальных оборотов. Вот, про это я и говорил, ребят. Но, а где это включать и где это выключать? Вот здесь этой функции нет. Здесь этой функции нет. Поэтому, если, ребят, кто-то в курсе, пожалуйста, напишите в комментах, как это работает. Далее, ребят. Все. Здесь мы с вами вроде не прогадали. Все отлично у нас работает. Грязь будет вывозиться сюда. А тем временем наш корабль доехал уже на глобальной карте до ремонта. Починил этот корабль. И он нам привез уже первое топливо. Как вы видите, у нас полный резервуар. Также, ребят, не забывайте вот эту вышку, которую у вас на глобальной карте можно настроить. Чтобы она работала в две смены, в три смены, либо в одну смену. Вот. И в зависимости от того, сколько у вас есть места, да, где хранить эту нефть. Вы можете настроить, естественно. Если мы ставим три смены, мы добываем двенадцать единиц в час. Так будем говорить. Если мы ставим две смены, то мы добываем меньше. Но, естественно, расход людей. Не забывайте про это. То, что чем больше смен, больше надо рабочих. Вот. Здесь у нас уже кораблик наш привез сто восемьдесят тонн нефти. Одевать ее пока что некуда. Поэтому мы здесь запустим небольшое производство, наверное, топлива. Давайте это сделаем в конце. Пусть он пока стоит. Так. Что мы еще можем сделать с причалом? Корабль. Так. Ну, вот, в принципе, это грузовое грузовое судно, навык, да? Грузовой причал первого левела. А мы, наверное, ребят, отправляемся устанавливать производство стали. Итак. Для производства стали нам потребуется, ребят, в первую очередь, это чугун. Сплав чугуна. Так. Давайте мы почитаем лучше здесь. Где у нас сталь? Так. Вот. У нас есть расплав стали. Для приготовления расплава стали нам нужен расплав чугуна плюс кислород, который вырабатывает вот эта воздухоразделительная станция. Вот. Мы получаем расплав стали и эту сталь мы уже будем выливать при помощи воды в сталь в листы. И также у нас будет потом литейная установка второго уровня с охлаждением. Ничего себе. Ня. Интересно. Интересно. И также будет конвертерная печь. Она производит в два раза больше. Ладно, ребят. Поехали. Чугун у нас выливается здесь. Так. Значит, сталь мы, производство стали мы с вами организуем вот в этой области. Заходим сюда и смотрим, что нам надо. Литейная установка. Вот. Нам нужен чугун, ребят. расплав стали. Нет, это не то. Это уже именно стальные листы. Вот. Нам нужна конвертерная печь для стали. Из расплава чугуна плюс кислород мы делаем расплав стали. Поэтому ставим здесь конвертерную печь. Она также у нас будет производить выбросы в атмосферу. Не производить, а выбрасывать. Ставим ее, наверное, вот здесь. Прям вот здесь. да. Блин, очень много конвейеров будет, конечно, машинкам. Очень неудобно будет ездить. Так. Далее, что нам еще нужно? Литейная установка с охлаждением нам нужна. Также ее устанавливаем, но уже вот здесь. Так. Есть. Сюда нам нужен подвод воды. Ребят, ставлю здесь, скорее всего, рампу, потому что нам будет очень она нужна в будущем. Ну, либо не нужна, но, по крайней мере, хотя бы одна рампа должна быть, я думаю. В принципе, вот сюда же у нас будут ездить экскаваторы. Поэтому давайте обязательно поставим одну рампу. Ну, небольшую, вот. Вот здесь мы с вами ее организуем, чтобы здесь больше ничего не строить. А то у нас уже тут все просто заюзанно, блин. Так, вот здесь рампа у нас будет. Воду мы подведем отсюда. Теперь нам надо поставить установочку, которая будет разделять нам воздух. Это воздухоразделительная установка. Так, она нам нужна будет для... Так, а где нам ее лучше поставить? Где у нас будет стоять труба, интересно? Ладно, поставим ее, ребят, вот здесь. Вот так. Все, я не хочу просто лепить все вместе, потому что это будет потом не очень гуд. Так, отлично, теперь мы ложим трубу для воды. Давайте соединим сначала все обычными конвейерами. Я пока это ставлю на паузу, мы потом также запустим это все дело. Так, нам нужен желоб. где мы будем брать чугун? Чугун мы будем брать, ребят, вот с этой же, вот с этого литейного завода, да, но, блин, мне сейчас будет мешать конвейер, который мне надо на время убрать, потом мы его построим обратно. Так, желоб, выводим желоб. Ну, я же мгновенную уборку поставил, ну, что ты будешь делать? Выводим сюда, ребят, желоб. Так, а куда он у нас выводится? Да что это такое, блин? Ну, все правильно, а что происходит? Что не так? Термоканал, так? Термоканал у нас, да, е-мое, термоканал есть. Также нам надо вывести сейчас желоб для отвода шлаков. Так, есть. Далее, нам надо также вывести желоб для стального сплава. Далее, нам надо не забыть поставить трубу. Трубу я поставлю, ребят, вот с этой стороны, наверное. Да, вот сюда мы поставим трубу, в которую выведем как раз таки наш азот, да, здесь азот вроде. Сюда мы будем выбрасывать азот и выхлоп из ой, выхлоп из сталилитейного завода. Вот он. Так. Или лучше вот сюда это дело запустим. Так. И вот так. блин, а теперь та труба нет, не мешает. Все, отлично, ребятки. Вот так все будет происходить и нам осталось подвести воду. Я пока делаю это тонкими трубами, вроде как их пока что будет достаточно. Так. Они объезжают, смотрите. машинки объезжают. Так, развернем это дело. Да, нам еще надо этот подвести как кислородик. Вот так вот это дело производим и подводим. А что здесь не так? все нормально. Подводим вот это дело. А куда мы его подводим? Подождите, что-то я тут намудрил уже. А, ребят, я трубой закрыл случайно. случайно, блин, нет. Я трубу не там поставил. Вот эту трубу я поставил не там, к сожалению. Мы ее сейчас переставим. Так. А что у меня тут соединилась? Вода, что ли? Серьезно? Прикольно. Прикольно. Блин, вот я с косичком опять тут намудрил. Трубу надо поставить так, чтобы мы могли вывести. Да какой? А что завод складывается? Я завод не убирал. Блин, ёпарас это. Что это такое происходит? Нет. Приоритет. Это он только строится. Я думал, он уже складывается. Так. Еще раз внимательно смотрим. Сюда у нас подводится О2, а я сюда воткнул трубу. Вот поэтому такая фигня и получилась. Ставим трубу вот сюда подальше немного. Сюда мы сразу подведем лучше О2. Сюда подводим водичку. А здесь я толстую трубу поставил. водичку подвели. Н2 у нас уходит азот уходит у нас сюда. Есть и что мы забыли выхлоп отсюда у нас уходит вот сюда. фу, но вроде все должно работать. Сейчас достраиваются наши заводики. Также, ребят, потом мы настроим производство еще красных стройматериалов. Не знаю пока куда они нам нужны, но в принципе можно настраивать. Да, и здесь мы еще можем поставить нефтеперерабатывающую станцию небольшую, чтобы вот эту нефть перерабатывать просто на месте. Зачем нам ее куда-то возить? Поэтому мы можем с вами взять просто поставить простой десантиллятор. Сюда у нас будет подаваться уголь и да, вот сюда мы поставим простой десантиллятор. Его подключим просто трубой. Да так, по-быстрому, как говорится. Сюда. Далее поставим цистерну. Ребятки, поставим цистерну здесь. Так. И, кстати, отвод труб мы как раз-таки выведем сразу вот сюда. Как его? у нас есть одно место здесь. Берем также трубу выводим отходы сюда. У нас как раз есть здесь место для подключения. Это довольно-таки неплохо, я вам скажу. Есть. Также мы подключаем вот эту цистерну. Есть. Также нам надо поставить еще по-быстрому трубу. есть. И в эту трубу выводим быстренько вот так. Вот. В принципе, здесь готово. И, кстати, мы можем сразу подключить на заправку нашу наш грузовой причал. Вот и все. Все красиво просто. По-быстренькому и красиво. А в это время, ребята, у нас уже все построилось и мы готовы запускать производство. я забыл только поставить склад для стали. Склад для стали я поставлю здесь. Соединим его сразу лентой. Все. Отлично. Ну что, запускаем наш стальной цех. Так, здесь у нас что? Все работает. Стали некуда деваться. Так, хорошо. Запускаем. пошла первая выплавка. Ага, пошла. Посмотрите, труба недостроена. Блин, да почему так? Они, короче, машинки как-то строят непонятно вообще. Ну, в принципе, стройки все равно пошла. Так, первая сталь у нас, первый чугун на приготовление стали был подан. Также у нас, как вы видите, работает разделитель воздуха. Все вроде нормально. Сейчас достроится здесь еще труба. у нас что построй материи? Вроде все нормально, да? Так, пошла первая сталь. Заливается. Сейчас через желоб она вылетает. Нам на стали литейный завод. А, вот она родимая. это доза маленькая какая-то. А там уже второй тюк в то время выготавливается. Так, пошел процесс. Почему вот эта труба строится в последнюю очередь? Я не понимаю. Вот здесь как-то настроены машинки непонятно, неверно. Так, а что у нас с производством стройматериала вообще происходит? Да должно все производиться. Материалов хватает. Почему не достраивают эту трубу? А, она строится с других материалов. Ну, давайте ее сразу как бы улучшим. Пока у нас все работает, мы построим другую трубу. Раз у нас таких стройматериалов нет, построим из таких. все. Сейчас все будет работать. Но, в принципе, пока, видите, пока не загружен полностью. Вот, уже начинает загружаться. Все, сейчас будет стоять. И первая сталь у нас, как вы видите, уже на конвейере. Также мы просто, ребят, здесь можем поставить с вами для производства стройматериалов красного уровня нам понадобятся желтые стройматериалы. То есть, это вот эти желтые стройматериалы плюс стальные плиты. Ну, в принципе, это я сделаю за кадром, ребят, это все на изи делается. Ставится такой же электрифицированный цех, он даже не улучшается, просто ставится электрифицированный цех, сюда подводятся конвейеры, и все, и у нас производство в принципе готово. Конвейер отсюда в один, поэтому я уже не знаю, стоит ли это показывать, здесь вообще у нас нифига не строится. Трубы построились, и все на этом. У нас недостаток белых стройматериалов, ребят, потому что у нас на склад ничего не идет, я отключал здесь ленту. Все. Ну, в принципе, давайте, ребят, пока еще будет строиться вот эта вот беда, мы здесь поставим производство красных стройматериалов, да, я думаю, даже далеко мы ходить не будем. Так, здесь у нас будет подаваться желтый стройматериал и сталь. Так, вот мы прямо здесь его организуем. Блин, я вот этот все-таки цех, я его неправильно поставил, ребят. давайте мы его перенесем чуть-чуть, ну, как чуть-чуть, не то, чтобы чуть-чуть, прям перенесем его, склад для производства стали мы перенесем, ребят, вот сюда, вот сюда, наверное, даже его перенесем и просто выведем конвейер сюда. Будет далеко, но все же так, вот здесь мы сейчас вывезем продукцию, так, и построим новый конвейер. Ну, что там у нас? Нефтяная платформа хранилища заполнена, как вы видите. Так, все, продукция вывезена. сносим это дело, мгновенный снос, строим новый конвейер. Так, сюда будет подаваться у нас это. Так, подождите. Теперь мы ставим с вами электрифицированный цех. Хотя, в принципе, его можно было ставить где-то и здесь, но у нас уже, как вы видите, ребят, места просто очень мало. Практически нет этого места. Так, сюда еще ставим один склад. Здесь определяем нам красные стройматериалы и также проводим еще одну ленточку. Вот так, да? Да. И сюда нам надо подвести вот это дело. Так. и вот так, ребят. Все. Все красиво. Сейчас у нас все построится и мы посмотрим, как это все работает. Угля вроде у нас хватает. Как всегда, резины посмотрите, ребят. Просто хотя она даже куда-то уходит немного. Посмотрите. Работают наши заводики. Да, ребят, кстати, почему еще не работает завод? Я забыл. Совсем забыл. Вот здесь накапливается топливо. Здесь у нас его очень много. Ему некуда деваться, поэтому я еще, ребят, выведу трубу, чтобы ненужное топливо, которое заводы не проставили, оно просто будет палиться полностью. И все. То есть, когда здесь нужно будет топливо, оно будет идти сюда, когда его здесь в избытке, вернее, в переизбытке, оно будет спаливаться вместе вот с этой фракцией, которая тяжелая. Так, ну ладно, ребят, стройка пошла. Здесь, как вы видите, еще не достроилась, у нас нехватка стройматериалов. Блин, вот здесь, наверное, заводик нам надо ускорить, потому что не успевают бетонные плиты производиться, я так понимаю. Придется немножко подождать. Вроде бы все достроилось, ребят, вот наше производство новых стройматериалов. Мы здесь выбираем рецепт, все, и заводик пошел работать, как вы видите, в него уже подвозится все автоматически. Все, пошел работать, и здесь у нас будут наши первые красненькие стройматериалы. Не знаю, пока куда они применяются. Также, ребят, достроилась наша системка здесь, как вы видите, у нас пошла переработка нефти, которую нам привозит наш завод. Не завод, а корабль, да? Которую привозит наш корабль, и мы ей же заправляем этот корабль. Посмотрите, как прикольно получается. Мы это сразу заправляем сюда, через трубу, через нефтеперерабатывающий, мы выводим сюда топливо, и это топливо сразу у нас идет на заполнение нашего теплохода. А в то время на глобальной карте у нас уже, кстати, собралось 792 тонны нефти. Нефти просто немерено, я не знаю, куда ее деть. Также мы исследуем, конечно, наш корабль потихонечку, смотря в зависимости от того, сколько у меня чугуна, очень много чугуна нужно на улучшение именно корабля, как вы видите. Если улучшать корабль, мы поставили одно орудие, также можно поставить орудие на корму, и также можно это будет стоить 240 чугуна, у нас даже столько пока нету на складах. Также можно ставить броню, как вы видите, да, это блин, офигеть, просто куча чугуна. Топливный бак пока у нас еще не исследован. Я это пока что ничего не ставлю, но все равно мы используем для исследователей исследований обязательно корабль надо отправлять куда-то. Поэтому вот так, офигеть, она в принципе не маленькая, посмотрите. Нормально. Я понял. И вот поэтому нужно улучшение топливного бака. Ну вот в принципе на этом сегодня мы, ребята, остановимся. Я думаю в следующей серии мы уже начнем производить удобрения, чтобы у нас было еще больше еды, потому что в нашей плантации можно подключать уже удобрения, как вы видите, и у нас будет еще лучше расти еда. В принципе нам ее и так некуда девать, как вы видите, здесь постоянно а нет, уже не полный склад, смотрите. Иногда придется наверное отключать это дело. Хотя в принципе здесь сейчас уже будет приготовлена еда, и опять это все загрузится на склад. Но если мы произведем удобрение, будет вообще круто, наверное расти будет все еще быстрее. Как раз у нас еще изучилась очистка меди второго уровня. Смотрите, можно поставить электролизер меди, который чистит уже при помощи кислоты. Может быть в следующей серии мы начнем еще добывать или вырабатывать кислоту. Я думаю будет довольно-таки неплохо. у нас также уже открыто использование серы. Поэтому возможно мы коснемся в следующей серии именно этого. Всем как всегда ребят огромное спасибо за внимание. Оставляйте пожалуйста комментарий. Если кто-то знает, я хотел бы попросить для чего нужны распределители штучных сыпучих всяких грузов. я пока не знаю куда их использовать. Если кто-то уже пользовался и как они полезны вообще в игре попрошу написать комментарий. Подписывайтесь на канал, прожмите колокольчик, вступайте в мои группы и до встречи в следующей серии. Всем субтитры и субтитры